В этом году зоны Форе были расширены. Каждый гость нашел себе занятие по душе. Будь то мастер-классы по духовным практикам, ярмарка рукодельных товаров, танцы, этноконцерт или семинар по воспитанию детей. Можно было и в телескоп глянуть, и чакры раскрыть. Даже жители близлежащего поселка Космос остались довольны. Нам немножко дорогу починили сюда на Комсомол. Такой фестиваль, он, наверное, учит нас относиться к природе более бережно, в окружающей среде, друг к другу. Здесь такая атмосфера. Детям и не только понравился яркий праздник Холли. Брошенные в толпу краски символизируют богатство оттенков природы, но в воздухе летали еще и торты. Алмаз и Коломкас решили отметить свадьбу именно таким образом. Посещение Форе – это как маленькое путешествие. Здесь можно отведать блюда экзотической кухни, научиться танцевать фламенко, бачату, услышать музыкальные инструменты коренных народов Южной Америки, Африки и Австралии. Праздник длится три дня. В кемпинге с туалетами, душевыми и умывальниками можно было переночевать, но немногие торопились заснуть в палатке. На концертной площадке музыка не утихала ни днем, ни ночью. Под шатрами одного и того же мероприятия обсуждались совершенно разные темы. Сыроедение, детское развитие, проблемы экологии, секреты долгожительства и творческая самореализация. Получается, вкупе с пропагандой здорового образа жизни Форе причиняет сплошное добро. Правда, не все верят в продолжительный эффект. Ну, я думаю, через пять минут это все забудут. Люди поговорят, а здесь было много людей из Алматы и все, как бы все продолжится своим чередом. Как бы там ни было, есть еще желающие надеть весь свой необычный гардероб сразу, разрисовать лицо, полепить из глины и помедитировать вместе с незнакомцами. Яркие впечатления сакет на фестивале Форе согреют их долгими зимними вечерами. Посмотрим, чем запомнится мероприятие следующим летом.